Здравствуйте! Сегодня будем готовить яму для посадки винограда. Любой сорт винограда необходимо высаживать на глубину не менее 40 сантиметров от поверхности земли. Итак, приступаем к опке ямы. Верхний плодородный слой земли ложим отдельно. Я ложу этот заранее приготовленный ящик. Для того, чтобы эту отложенную нами землю в сторону, использовать ее под основание винограда, или сказать, на низ ямы. Я яму копаю глубиной до 90 сантиметров. Так накладываю чернозем верхнего слоя земли в ящик. Я полный ящик не заполняю, а половина, потом расскажу, почему так делаю. И ее сразу потом буду перемешивать всякими необходимыми компонентами для роста винограда. В нашем регионе чернозем достигает глубиной до 90 сантиметров, может местами где и больше, где и меньше, но у меня до 90 сантиметров чернозем. Но более плодородный слой верхней земли, я его откладываю в ящик для дальнейшей закладки основания под виноград. Вот теперь можно приступать для приготовления почвенной смеси разными компонентами под виноград. В первую половину ящика я добавляю нитромофоску и карбамид, это азотные удобрения. Первая половина в ящике у меня состоит из 15-18 ведер чернозема. Сюда добавляем 180-200 грамм удобрения. Это нитромофоска 150 и 50 грамм карбамида. Вот так равномерно рассыпаю по поверхности земли. Потом ложим перегной, у меня он не перегной, а это компостные ямы, смесь перегнившая, удобрения такой хорошая, как перегной. Его сыплю на весь ящик, а в ящике у меня входит 25 фютер, это 250 литров, два ведра и песок. Полтора ведра песка добавляю на весь ящик. Перемешиваем аккуратно все. И на этом первая половина подготовки посадочного грунта со всеми необходимыми компонентами для дальнейшего благополучного роста винограда будет завершена. Потом будем приступать к подготовке так же самого грунта ко второй половине. Во второй половине посадочного грунта будет меньше уже азотных удобрений, потому что вторая половина будет находиться сверху в ящике и она будет ложиться в яму первого. Поэтому в начальном росте винограда необходимо более азотных удобрений, а в дальнейшем, чтобы больше было фосфонокалийных. Поэтому фосфонокалийные удобрения, которые будут располагаться в сверху, они лягут на дно ямы. Вот так перемешана наша куча. Вот шатин перемешали мы первую половину. И теперь будем приступать к копке дальнейшей ямы. Этот чернозем будем высыпать в ящик и здесь будем уже подготавливать те удобрения и те компоненты, добавлять к данному грунту, которые необходимы в росту винограда, ну где-то уже начиная с третьего или четвертого года. Там азотных удобрений будет меньше, а больше фосфонокалийного добавлено. Вот так накладываем эту грунт и так же само будем перемешивать потом в дальнейшем, как и в первой половине. Ну вот и все. Яма вроде выкопана, мне как раз по пояс. Это где-то 90 сантиметров достаточно. Сейчас поглядим, какое углубление у нее. Как мы видим, на всю глубину ямы чернозем присутствует. Ну, конечно, чем глубже, тем меньше он присутствует. Приступаем к установке трубы для поливки и подкормки винограда. Теперь будем засыпать яму заранее подготовленным грунтом для посадки винограда со всеми необходимыми компонентами. Завершаем засыпку ямы подготовленным грунтом под низ винограда. Доверху я не дошел где-то 50 сантиметров. Не досыпал. Яма подготовлена под заливку водой. Сейчас будем заливать водой. Воды я выливаю 3 ведра. Так, залил водой яму. И теперь буду ожидать время, чтобы она уселась. До посадки винограда где-то делаю яму за 2-3 недели. Вот он, перед посадкой это место взрыхлится, сделается бугорочек. Это будет отдельное видео показано в дальнейшем, как я высаживаю виноград. Вот и все. Надеюсь, это видео было полезно. Оцените мой труд, знаете как. Если кто знает более лучший способ подготовки винограда к высадке в яму, пишите внизу в комментариях. Буду рад почитать и перенять опыт. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания, до новых встреч на моем канале. Субтитры подогнал «Симон»